Совместный геопортал стал итогом большой работы творческого тандема – чиновники, компьютерщики и разработчики. На базе географической информационной системы им удалось разработать комплексный информационный сайт, работа которого поможет улучшить инвестиционные и туристические связи на территории Еврорегиона, тем самым расширяя трансграничное институционное сотрудничество и популяризируя польский, украинский и белорусский опыт формирования местной и региональной политики. Портал призван стать верным помощником для туристов. На картах обозначены объекты исторического наследия, инфраструктура. Но есть в инициативе и экономическая составляющая. Инвестор из другого государства может с легкостью найти интересующего информацию о предприятии и организации. Цель проекта была объединить такие понятия, как GPS-навигация, которая активно развивается на сегодняшний момент, и информационный пласт услуг, которые имеются в каждом из регионов. В первую очередь это пласт гостеприимства, социальной сферы, образования и так далее. И инвестиционные пласты нанести на карту. Геоинформационная система – это программный продукт, позволяющий пользователю искать, анализировать и редактировать карту местности и информацию об объектах, располагающихся на территории трех государств. Работа велась с использованием баз данных, графики, картографии. В результате сбора данных было создано 19 тематических слоев, позволяющих пользователю находить информацию, соответствующую определенным категориям, например, культурные учреждения, вокзалы, водоемы. Для пользования геопорталом необходимо набрать в поисковой строке «Евролегион.Бук.Геопортал». Появится ссылка, вы переходите на нее и можете выбрать различные приложения, которые вам необходимы. Например, инвестиционные слои, туристические объекты, памятники природы, туристические маршруты. Сегодня воспользоваться порталом может любой желающий, причем не только с компьютера, но и с телефона. Разработчиками создана мобильная версия. Однако, совершенствование портала продолжается. Возможно, уже в ближайшем будущем в нем появятся новые тематические слои и специализированные информационные блоки.